В канун празднования 71-й годовщины побед в Великой Отечественной войне, 4 мая в Доме работников культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 9 мая. На празднике присутствовали ветераны ВОВ. Один из них, Всеволод Казарес, является старейшим журналистом ДНР. В свое время он разминировал Львовский оперный театр. Как ранее, так и сейчас он ведет активную пропагандистскую работу в печати, в СМИ. Сегодня Всеволод Казарес публикуется в газете «Новороссия». В интервью ветеран поделился историей своего нелегкого пути к Великой Победе. Гвардия младший сержант в Уральском добровольческом танковом корпусе воевал, прошел от Курской дуги 17-летним хлопцем до освобождения Украины, Польши. Штурм Берлина, освобождение Праги. И третий раз был ранен на третий день после окончания войны – 11 мая 1945 года. Всеволод Григорьевич также добавил, как он относится к событиям на Украине, которые призваны искоренить историю Победы. «Здесь ДНР очень хорошо. А вот наши противники там вообще творится невозможное. Это же забыть то, что было. Ну там нащадки этих фашистов, бандеровцев и правительствах такое самое». Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко отметил, что сейчас ветераны трудятся на Втором фронте. Они делятся своим багажом знаний, своим бесценным закаленным временем опытом с молодым поколением. Ведь именно ветераны могут воспитать истинных патриотов родной земли. «Ветераны у нас никогда и не уходили. У них сразу же, как только закончилась Великой Отечественная война, открылся Второй фронт воспитательной работы с подрастающим поколением. И особенно активно эту работу они включились в том числе в последние 20-30 лет. То есть, казалось бы, возраст, казалось бы, годы берут свое, но нет. Эти люди, они не остаются на покое, они включаются в эту работу. Они идут в школу, они идут в школьный музей, они встречаются там с школьниками, со студентами, они рассказывают, как это было, как было по-настоящему. И те ценности, которые позволили им победить, они транслируют своим примером и вовлекают все наше молодое поколение вот в эту работу в передачу традиции, по сути. То есть, это очень, конечно, важная составляющая деятельности ветеранов». На мероприятии для ветеранов звучали песни и стихотворения, посвященные войне и их великой победе в исполнении членов Союза писателей ДНР и «Молодых дарований республики». «Всюду были товарищи», «Всюду были друзья», «На знакомую улицу» позабыть он не мог. «Всюду были товарищи». «Где ж ты, девушка милая, где ж ты мой огонь?» «Алисей, Алешенька, сынок!» «Алисей, Алешенька, сынок!» «Алисей, Алешенька, сынок!» «Снова сын её услышать мог». Ведь мы для нас победу добывали, чтобы жила свободною страна. И отливают серебром медали, и золотом сверкают ордена. Получены заслуженно по праву, за смелость, за умение побеждать. Но жаль, что украинская держава порой об этом стала забывать. Но верим мы, что поздно или рано настанет и для нас победный час. И чествует сегодня ветеранов шахтерский несгибаемый Донбасс.